Вопрос такого характера. Я, значит, когда разговариваю с людьми, ну, которые в церковь не ходят, они начинают там что-то говорить, меня слышно, хорошо? Слышно, да. Да, ну вот начинают говорить, да что там у вас ходят эти люди, вот я их знаю, а я, это гордыня или не гордыня? Я говорю, ну, знаешь, я вот смотрю в храм, мне как-то такое чувство, что я там один верующий, даже исключая и священника, который причащаюсь непонятно, что там. Вот это гордыня во мне или что это, или констатация самого факта? Я говорю, я говорю о живом Боге, о живой молитве, там этого нет, вот если люди в это не верят, вот насколько я правильно поступаю? Да это что сказать, погружаться только будешь и все. Не надо вообще им было говорить, но раз они сказали, ты про себя только ответ давай, а уста не открывай. Этому конца не будет. Главное, что в это время свидетельства нету о Христе. Теряется время, отойди к другим. Вот кого-то поносят, обязательно надо ответить, да ответить так, чтобы согнуло его. Нас не учат так, Матфея 5.12. Радуйтесь и веселитесь, когда поносят вас, и пророк обгнали всех, и Христа. Велика ваша награда на небесах. Вот весь ответ. Это люди, без которых нам золотого венца не видать. А они его плетут для нас. И так спокойно, стой на берегу, спокойствую, говорит Златоуст. Они тонут в трясине. Ты ничего не можешь сделать. Руку подашь, они тебя затянут туда. Отойди. Чем выше отойдешь, тем лучше. Как я понял вопрос? Я только сейчас одним отвечал на это. Все время надо отвечать. Зачем отвечать? У меня нет ни одного дня, ни одного часа, который бы для меня был свободен и не нападали. Я утром стою, ночью разбираю. Ночью, с часа ночи. Такая у меня корреспонденция. Нападает человек 15-20. Всякие хулы говорят, ругань. Я еще ни одному не отвечал. Черный список и все. Береги себя. У вас вопросы как раз на эту тему только. Зачем? Ты призвал говорить другое. Создайте общину. У вас как-то вопросов таких нету. Как общину создать? Третий том у меня открытым оком. 30 томов открытым оком. Там говорится, что нужно сделать, как создать общину. Еще никто, ни один из нашего содружества не основал общины. Никто и не один. А можно, можно. Но это труд огромный. А у нас община здесь, в деревне. Община в городе небольшая. Мало званых? Нет, много званых. А избранных мало. Так что все сходится. Вот так. Попробуйте потрудиться. Следующий вопрос такой. У тебя хотя бы три человека было, которые с тобой, вы регулярно занимаетесь. Не здесь. Вы примкнули к чужому труду. Вошли не в свой труд, как говорится. Иные сажали, а мы урожай поднимаем. Готовый жнем. Вот один раз тебе поставь такой вопрос. И ты увидишь, где твои друзья, из этих, которые рядом живут, я не говорю про интернетное сообщество, рядом, с кем в храм ходите, сколько лет ходите, сколько у вас близких людей, с которыми вы собираетесь и занимаетесь Словом Божьим, идете на проповедь. Вот здесь есть Голубева Екатерина. Их там уже до пяти набирается. Вот у нее надо поучиться. Она с нуля начала. И они идут, раздают Евангелие. Она везде свидетельствует. Болеет, не может, но работает. На работе ей в школе разрешили перед учениками выступить с Евангельским Словом. Речь неслыханное дело. У меня это постоянно было. А тут-то ни у кого нет такого. Никто бы и не знал про это. Так все, Александр. Господи, 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 Господи. Аллилуйя. Не, только не отчаивайся никогда. Согреши – дело человеческое. А отчаивайся – дело сатанинское. Нил Синайский говорит. Ясно. По славу Божию. Труд ваш не будет тщетен, если вы сами себя смирите. Поэтому отвергнись себя. Не гляди, как он говорил, против, гнал, плевал. Никакой роли это не играет. Все, видимо, и временно. У меня, вот, я заказал тут, хоронили. Ей 94 года. Мне гроб понравился. Серапима Гавриловна. Я мастеру заплатил деньги, дал доски. И мне сделали гроб. Хороший гроб. Вот хочу, поговорю, кто хорошо фотографирует, сфотографироваться, как я наказывал. В каких сапогах стоптанных, когда я проповедовал. С Библией в руках. Ну, не все одобрят, я знаю. А крышка будет рядом стоять. Гроб у меня прямо дома. Все время думать о смерти. Святые так делали. Могилу выкапывали рядом. Приходили, смотрели и смирялись. Если вопросов нет, отхожу. Слава Христу!